Сергей Вадимович и Олега Тинькова сняли санкции, в частности Великобритания. И вот он дал первое интервью после вот этих событий, Financial Times, кстати. И вот что сказал, была допущена ошибка, вот теперь ее исправили. Но, среди прочего, также он сказал о том, что российским олигархам нужно встать на чью-либо сторону, нужно выбрать стул и сесть на него, сидеть между двух стульев, как они делали последние 30 лет, имея дом в Белогравии, это элитный район Лондона для наших зрителей и для себя, в частности, потому что я тоже не знал, сохраняя дружбу с Путиным больше не получится и не получается. А действительно ли не получается? И как вы считаете, справедливо ли сняли санкции из Тинькова? Ну, смотрите, Юрий, жизнь вообще штука несправедливая и понятие справедливость, она относительная. Если сравнивать Тинькова с другими российскими олигархами, или с многими из российских олигархов, то с него санкции сняли справедливо. Потому что он уже в самом начале войны сделал антивоенное заявление, он продал свои российские активы, вышел из России, продал их к тому, кому сказали, да, то есть по Танину, и с очень большой скидкой, не стал спорить, он сказал, я хороший, он хороший, он сам пойдет. И сказал, все, ребят, до свидания. Я в России деньги не зарабатываю, да, я сказал, что война это плохо, и дальше я живу и занимаюсь своими собственными проблемами, вот как человек. И в этом отношении, да, можно сказать, что санкции с Олега Тинькова сняли справедливо. Да, потому что, ну, вот там, что еще он должен сделать. Но с другой стороны, это то, что, как говорится, исключение, которое лишь подтверждает правило, что российские олигархи, российские богатые люди, владельцы промышленных активов и всяких прочих активов, у них по большому счету выбор-то очень простой. Они должны осудить войну, они должны отказаться зарабатывать деньги на крови, то есть зарабатывать деньги в России, отказаться от своих активов. После чего, и вот тут возникает знак вопроса. Вот смотрите, Тиньков сделал антивоенное заявление в самом начале войны, то есть там 17 месяцев назад. Тиньков продал свои акции банка, если я помню, где-то год назад, там в конце весны, начале лета прошлого года, и ему понадобилось больше года для того, чтобы снять санкции. А теперь поставьте себя на место российского олигарха, который сегодня находится под санкциями, у которого есть бизнес в России, который приносит ему доходы. И он говорит, и что? Я сейчас должен сказать, Путин, ты дурак, Путин, ты ведешь несправедливую войну, и я сейчас начну поддерживать ВСУ Украины, и что я после этого буду делать? То есть понятно, что завтра ко мне приходят, отбирают у меня активы в России, но если я успею улететь на самолете, я улетаю, но а куда я прилечу? Там везде санкции, меня везде тут же примут, у меня все счета арестованы, как я там буду жить? Со всеми можно всегда договориться, это хорошо знаем. Послушайте, Юрий, это вот вы считаете, что можно со всеми всегда договориться. Вот Олег Тиньков, яркий пример того, что договариваться долго, и он единственный человек, которому удалось с кем-то, ну там мы не знаем, насколько договориться, но ведь договориться, да? То есть это Тиньков говорит, что была совершена ошибка, а ведь английские власти не говорят, что совершена ошибка. Они не комментируют своих решений. Они сказали, да, сняли. Мы ввели, мы сняли. Почему не будем объяснять? Сами догадываетесь. Вот, поэтому мне кажется, что вот западные санкции, они заперли всех российских условных олигархов в одной подводной лодке с Путиным, и у них оттуда нет выхода. Они не знают стратегии выхода, и вот как технологии выхода имени Тинькова, когда ты полтора года бьешься, при том, что ты уже полтора года назад сделал антивоенное заявление, ты уже продал все российские активы. Да, вот, видимо, она их не очень устраивает. Они считают, что они сейчас сидят с Путиным, они продолжают зарабатывать деньги, а когда путинский режим рухнет, то, как вы сказали, они договорятся. Да, вот, поэтому я думаю, что в этом состоит их стратегия, да? Пережить Путина и договориться, да, уже потом, на берегу, когда не будет войны, не будет Путина, когда можно будет договариваться и понимать, окей, хорошо, 20%, 25%, 2 миллиарда, 3 миллиарда, отдадим деньги, и договоримся. Я думаю, что стратегия строится на этом. Я понимаю, в чем вы, мне кажется, что это очень хитрая стратегия, но в то же время хочу вот в контексте уточнения. Я правильно понимаю, что все олигархи, околопутинские, околокремлевские, российские, скажем так, они что, сейчас, получается, заложники или что? Они ничего не могут сделать? Ну, Юрий, смотрите, всегда можно что-то сделать, да, и там заложники, опять, они сидят в одной подводной лодке с Путиным. При этом у вас есть торпедный аппарат, где теоретически вы можете надеть костюм защитный, и вас могут выстрелить, и вы можете попытаться выйти на поверхность. И есть шанс, что вы выживете. Да, вот у них, у всех есть такой шанс, но они не хотят рисковать. Риск слишком высок. Да, и вы когда, вы уже готовы, вот вроде как, вы знаете, да вот он, что там, да, сел в самолет, улетел на Кипр, улетел в Арабский Эмират. Они же все могут летать вот в те страны, которые можно, да, они перемещаются по миру, то есть они не летают в Европу, в Америку, а в принципе из России-то они летают. Что проще, вылетел, сделал антивоенное заявление, плюнул там, ну, все, что у тебя было в России, ты про это забыл, и начинаешь жить по-новому. Ну, это вот и есть, а что дальше? Да, вот, а что дальше? То есть вот у тебя, тебе говорят, парень, ты можешь выстрелить из своей подводной лодки, и дальше там 50 на 50, что с тобой получится? Называть их заложниками я не хочу, да, потому что никто их силой там не держит, это их личное решение. Да, заложник, это когда тебя удерживают силой. Заложник, это когда тебя не выпускают. Когда ты хочешь, а тебе говорят, нет, сиди. Да, или когда у тебя забирают родных и сажают их там за решетку. Это заложники. Они не заложники. Они сидят и не хотят рисковать. Это их осознанное решение. Есть ли у них выход? Да, есть. Да, есть. Всегда есть выход. И всегда можно сказать, я не хочу это поддерживать. Да, понятно, что вот для этого нужно согласиться с тем, что ты теряешь очень многое, но это выход. Ну, соответственно, они считают, что нужно идти тем путем, который вы им посоветовали, договориться. Но потом, через несколько лет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...